Некоторое время назад я писал тут в своем телеграмме «Ядерная держава не может проиграть в войне». Сразу же выскочили сопливые англо-американские выкормыши с источными криками «Нет, совсем не так, даже с утра проигрывали в войне». Но это явная ложь. Я ведь говорил не про Вьетнам, Афганистан или еще десятки мест, в которых америкосвели колониальные захватнические войны. Я писал про исторические войны, в которых происходит защита своего отечества, своей земли, своих людей, своих ценностей. Вот такие войны «Ядерная держава» никогда не проигрывали. Почему я снова пишу об этом? Да вот читаю всяких... Но вы уже поняли, что это не я пишу, это не Шательман пишет, это все пост Медведева. Дмитрий Анатольевич, как его зовут, не помню, Алексеевич Афиногенович. В общем, Дмитрий Медведева. Что он дальше продолжает? Почему я, говорит, снова пишу об этом? Да вот читаю слова всяких пистолиусов с шапсами и думаю, они реально такие мудаки или все-таки прикидываются? Ну вот видите, достойная речь, достойная президента Российской Федерации. Согласитесь, правда? Все-таки такие мудаки или все-таки прикидываются? Это, кстати, россияне выбрали его президентом, чтобы вы поняли. Медведева. В 2008 году. На выборах, и я уверен, что действительно больше половины проголосовало за человека, который так разговаривает. Как разговаривает? Они реально такие мудаки или все-таки прикидываются? Мир не может позволить себе победу России в этой войне. Я цитирую Медведева, который цитирует Писториуса. Как это? А вот так? Окей, представим себе на минуту, что Россия проиграла, а Украина с союзниками победила. О, наконец-то у Медведева развернулась правильная фантазия в правильную сторону. Россия проиграла, Украина с союзниками победила. Что для наших врагов, неонацистов, с их западными спонсорами будет такой победой? Ну, как об этом многократно говорилось, возврат к границам 1991 года. Вот хочу снова отвлечься от текста Медведева и сказать, да, наконец-то, наконец-то. Наконец-то все-таки на Западе не просто говорят про эти 1991 годы, его границы афиксируют на бумаге. Во время Мюнхенской конференции, о которой мы с вами сегодня подробно будем говорить, ну, о последствиях она уже закончилась, все, умыли руки, но последствия у нее есть, там было многое сказано, сделано, подписано. В том числе подписаны договоры наши с Францией и Германией, договоры Украины о безопасности, в которых четко написано, что границы 1991 года, это упомянуто и там, и там, мало того. У французов, по-моему, договорили, у немцев, или у французов, или у французов, или у немцев, по-моему, у французов, что они обязуются помочь нам строить армию, которая сможет освободить территорию до границы 1991 года. Не просто помочь нам строить армию, а вот ту, которая сможет это сделать. Это наш ответ Медведев. Продолжаю дальше с Медведевым. То есть прямой и необратимый развал нынешней России, в состав которой по Конституции входят новые территории, и тогда уже яростная гражданская война с окончательным исчезновением нашей страны, с карты мира, десятки миллионов жертв, гибель нашего будущего, крах всего на свете. Не, ну слушайте, вот это мне нравится. Ну, наконец-то, вот у Медведя даже мысль пошла в правильном направлении. Не, если он так считает, мы-то как бы не настаивали, правильно? Ну, вы же настаиваете. То есть, если Россия будет соблюдать международное законодательство, всего-навсего соблюдать международные законы, всего-навсего то, в которое она сама вписалась, между прочим, то есть вернется к своей настоящей границе, не будет придумывать фальшивое, то что с ней случится? Она необратимо развалится, в ней начнется яростная гражданская война с исчезновением страны, карты мира и десятки миллионов жертв. Ну, такое только про Чикатило можно сказать. Ну, вот если Чикатило начнет вдруг быть порядочным человеком, ходить на работу, как все, сексом заниматься только с женой, причем только три раза в неделю, вот, и все как это, как приличный мальчик, то, конечно, у него взорвется мозг, в голове начнется гражданская война, и будет десятки миллионов жертв внутри него самого, а сам он повесится. Потому что Чикатило не может, он маньяк, он не может жить как нормальный человек. Российская Федерация – страна маньяк, она не может жить как нормальная страна, вот. Это говорит бывший президент России Медведев, второй человек в нынешней России. Это чистосердечное признание маньяка. Вы понимаете, то, что я сейчас зачитываю из телеграм-канала Медведева? Чистосердечное признание маньяка. Что дальше он там пишет? Ну, дальше писать, читать зачем? Дальше он пишет, что будет маньяк. Это же маньяк чистосердечно признается, что если вы все-таки заставите меня соблюдать законы, то я буду убивать всех подряд, кого только смогу и кого только достану. В частности, угрожает, что будет нанесен ядерный удар по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам. То есть, заметьте, не по уродливым российским, а по красивым мировым столицам. Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. Красивым Москва не перечисляется, это мы понимаем. Давно введенным, там, бла-бла-бла. Хватит ли нам на это духу, если на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны? Ну, тут уже бред сумасшедшего. Страну, которой 33 года, он называет тысячелетней. Ну, бывает. Значит, принесенный народом России в числе веков, жертва, кажется, напрасным, и ответ очевиден. Бла-бла-бла-бла-бла. Так что лучше пусть возвращают все, пока не поздно. Или вернем сами с максимальными потерями для врага, как Авдеевку. Вот понимаете, да? Вот сразу виден контраст. Четкий контраст. Планы, реальность, планы. Нанесем удар по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. И смотрите, Авдеевку уже, видите, начали. Ну, Авдеевку же уже, да. То есть, как было в старом анекдоте. Ну, видишь, потихонечку уже отдаю. Правильно? Потихонечку уже отдаем. Вот, так сказать. Да, план Киев, Берлин, Лондон, Вашингтон. Ну, Авдеевка уже, как бы, кое-что тоже. Вот такой пост Медведева. Очень хорошо. Вот просто хорошо. Вы думаете, что я читаю, чтобы поржать? Нет. Ну, конечно, нет. Вот он говорит, что Писториус, он пишет про Писториуса и про министра обороны Великобритании Шапса, которые делают вот такие заявления про защищение границ от 1991 года. Вы думаете, они их случайно делают? Вы думаете, они бы их делали? Не будь таких писем Медведева? Нет, не делали бы. А как важно, что это все во время Мюнхенской конференции произошло. Что-то этот пост, он опубликован во время Мюнхенской конференции. Вот они там садятся в Мюнхене, и утром каждый получает мониторинг, каждый, кто там есть, каждый мировой лидер получает этот мониторинг. И там, ну, потому что это второй человек в России, его тексты, поверьте, входят в аналы, отливаются в граните. И на отлитых в граните табличках приносятся западным лидерам, они говорят, а, значит, ядерный удар куда вы собираетесь наносить? Киев, Берлин, Лондон, Вашингтон. Ну, предположим, как мы их сейчас обвиняем, что им, дескать, на Киев взяло начхать. Берлин, Лондон, Вашингтон. Ядерные удары. Прямым текстом. Ну, вообще-то, так-то, напомню, в тысячный раз, тысячный иногда приходится напоминать, что угроза нанесения ядерного удара по безъядерной стране, а Киев и Берлин – это столицы безъядерного государства, является нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. И в этой ситуации Китай, Грекобритания, США и Франция обязаны остановить российскую агрессию. Обязаны по этому договору. В момент, когда они начинают угрожать. А они официальное лицо это сообщает. Вот так. Полезный идиот. Они говорили про такера Каласана, полезный идиот. Вот вам полезный идиот. Вот вам пример полезнейшего идиота. Да, опасный. Они все опасные люди. Они собираются это делать, правда. Но полезный. Полезный. Ну, Путин как бы решил, что... Вот эти слова должен был вообще сказать Путин, но, как всегда, не решился. Был занят. Ездил по Чебоксарам, Чебурекам, Чебурашкам. Поэтому он как бы вслед уже, вот типа, это заявил Медведь, а дальше Путин продолжил. Происходящее в Украине – это судьба. Вопрос жизни и смерти для России. О как. Оказывается, происходящее в Украине – вопрос жизни и смерти для России. То есть, взять Авдеевку или не взять Авдеевку – это вопрос жизни и смерти для России. То есть, если мы отобьем Авдеевку, то, видимо, это будет то самое «Игла в яйце». Правильно? А это он, оказывается, давал интервью опять за Рубель. Снова тому же самому. Но потому что Карлсона вызвать не удалось. Кстати, они Карлсону сделали предложение, от которого, может быть, он, возможно, не сможет отказаться. Они ему предложили возглавить какой-то телеканал. Ну, да, как раз туда и уже занято. Вряд ли ему такое позволится. Ну, не знаю, там, спутник Армения, видимо. Значит, ситуация в Украине чувствительна и важна для России. Является для нее вопросом жизни и смерти. Для нас самих и для слушателей, зрителей за рубежом. Нам важно понять ход наших мыслей. Нам важно понять ход мыслей. У него есть ход, оказывается, мыслей. Да мы его ход заметили, он только назад. Ход мыслей Путина мы вот точно поняли. Мы поняли ход мыслей. Начинает сразу с 800 до 92-го года. Вот такой ход у него мыслей. И дальше идет, идет, идет. Но до сегодняшнего дня никак не доходит. До завтрашнего уж тем более. Наше состояние, говорит, надо понять. Ну, вот это, слушайте, вот если там чистосердечное признание маньяка, но письмо Медведя, это чистосердечное признание маньяка, то вот это заявление Путина, это прямо нужно к этому, к Фрейду, да, на анализ. Значит, нужно важную нам, чтобы поняли ход наших мыслей, наше состояние, чтобы поняли. И насколько это чувствительно для нашей страны. Видите, то есть болит у него, болит, чешется, зудит. Нужно, чтобы поняли его состояние. Человек просто, слушайте, человек выпьет о том, что возьмите меня в психушку. У меня состояние, у меня зудит. И поймите ход моих мыслей. Слушайте, ход мыслей обычного нормального человека можно понять. Вам человек говорит, вы понимаете ход его мыслей. А этого нельзя. Ну, ровно по той причине. Дум-дум. Для них, пишет он, для Украины и Запада, это улучшение своего тактического положения. А для нас это судьба, вопрос жизни и смерти. Ну, это как помните, да, вот прямо тоже из этого, ну, не анекдота, а исторического уже анекдота. Ну, тогда, когда корпорация там какая-то большая должна человеку зарплату в 100 долларов. Вы поймите, для вас это всего лишь 100 долларов, а для нашей корпорации это огромные деньги. Вы поймите, для России жизненно важно, чтобы кроме Владивостока, Магадана, Ямала и Москвы у нас еще была Авдеевка. А для вас-то что, так улучшение тактического положения? Вы поймите нас, поймите. Он чуть не расплакался здесь. Ну, чуть не расплакался серьезно. Кстати, опять, опять принесло его, и сказал Путин, что все-таки Украина и украинцы и россияне один народ, никто их не разделяет, это один народ, сказал Путин. Прямо сказал это рабочим, на заводе, но есть нюанс, кто видел. Он сказал это на заводе военном, на фоне пушек и танков, которые там изготавливаются, которые убивают украинцев. Он рассказывал про один народ на фоне пушек и танков. Все-таки контекст, контекст важная, железная штука. И вот в правильном очень контексте в этот момент выступил, как мне кажется, на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский. Я пока всего одну его цитату скажу, а потом уже мы до технических подробностей доберем еще дольше. Не стоит бояться поражения Путина. Путин – это угроза для всех свободных народов. И да, для тех, кто еще не слышал. Путин – это монстр. Который вторся в Украину и убил тысячи и тысячи людей. Похитил и депортировал по меньшей мере десятки тысяч украинских детей. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь поражения Путина и разрушения его режима. Вместо этого давайте работать вместе, чтобы разрушить то, за что он выступает. Если сейчас не победить Путина, любой российский диктатор после него будет помнить, как удерживать власть, аннексируя земли других народов, убивая оппонентов и разрушая мировой порядок. Вот так выступал Зеленский на форуме. Ну, это я взял всего лишь одну цитату. Но это главная цитата, если говорить по политическому значению. Дальше мы перейдем к военному. Там тоже очень много смыслов. Но сейчас я говорю о политическом значении. Главное, к чему мы должны призывать Запад. И призвали. И, похоже, Запад, судя по словам Медведева, он же не на Зеленского ссылался, на Писториуса и Шапса. Да и, кстати, Шольц уже недалеко от них ушел, от Писториусов и Шапса. На Западе это поняли, 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 поняли. И мне кажется, по-моему, я так дословно, простите, если я не уследил, мне показалось, что Зеленский призвал в том числе не признавать Путина президентом Российской Федерации после убийства Навального. Так как, видите, все совпало. Убит Навальный прямо во время Мюнсенской конференции. Медведев объяснил, что, прямо сказал, что будет бомбить ядерными бомбами Вашингтон, Берлин, Лондон. В случае, если вооруженные силы Украины просто восстановят элементарную территориальную целостность, то есть помогут соблюсти международное законодательство. Ну и Путин добавил, что прямо для них вот это все прям жизненно важно. Еще сейчас у него зудит, потому что ему что-то жизненно важное отдавили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok